Полезные бактерии Что-то такое, что нельзя увидеть невооруженным глазом Понюхать, потрогать руками или измерить тестами Помните такую штуку? Видишь суслика? Нет, и я нет, а они есть Полезные для аквариума бактерии – это именно тот случай, когда их не видно, но они есть Много ли мы знаем о них? А ведь бактерии – самая древняя группа организмов из ныне существующих на Земле Аквариум – это замкнутая экосистема, которая не может ободить спецполезных бактерий Многие из вас уже знают, для чего они необходимы Но все-таки давайте еще раз вспомним В аквариуме много различных бактерий, но нас интересуют два основных вида К которым относятся нитрифицирующие бактерии и актинобактерии Нитрифицирующие бактерии играют важнейшую роль в азотном цикле Трансформируя аммоний в нитрит, а потом в нитрат Нетрудно догадаться, откуда берется аммиак и аммоний в аквариуме Он производится жителями аквариума, в том числе грибками и даже бактериями Помимо этого, аммиак появляется при разложении, гниении Это могут быть осадки корма, твердые отходы рыб, улиток или креветок Или вовсе отмершие ткани растений Нитрифицирующие бактерии являются спасением от отравления аквариумных жителей И перерабатывают опасные вещества Но они спасают не только рыб или улиток, но и избавляют аквариум от водорослей Дело в том, что азотные соединения, в частности аммоний, являются важным питательным веществом для водорослей Соответственно, если аммоний есть в аквариуме, это ведет к цветению воды Особенно на начальном этапе создания аквариума Вторые необходимые аквариуму бактерии, которые называются актинобактерии Разлагают хитин от беспозвоночных и целлюлозу от растений до более простых органических соединений Эти бактерии составляют большую часть в аквариуме до 60% от общего числа всех видов бактерий Именно они формируют ил, в котором так нуждаются растения Как вы уже поняли из названия ролика, речь в этом видео пойдет про бактазим Это ни в коем случае не реклама И сразу скажу, что подобных препаратов на рынке достаточно много от разных производителей Но о них расскажу в других видео на канале Пар Бактазим от немецкой компании Тетра Это двухцветные капсулы, в которых находятся не сами бактерии, а энзимы и питательные вещества для нужных аквариуму бактерий По сути своей, бактазим является стимулятором для биологической активности в аквариуме, то есть способствует размножению полезных бактерий А для тех людей, кому нужны сами бактерии, у Тетры есть средство с названием SafeStar Можно использовать сразу оба средства бактазим и SafeStar Но это не обязательно, тут нужно кое-что прояснить Бактерии в аквариуме в любом случае есть Вопрос в каком количестве В бактазиме содержатся необходимые энзимы питания для бактерий в аквариуме Тем самым стимулируется рост популяции бактерий Бактерии в аквариуме живут везде, и даже на стекле, и на оборудовании Но больше всего их в грунте и фильтре Ошибочно полагать, что наполнители фильтра типа керамика и есть биофильтрация Это в корне неверно Но такие наполнители являются отличным домом для этих бактерий Только после того, как на той же керамике появляются полезные бактерии, можно говорить о биофильтрации А пока на поверхности наполнителя не поселятся бактерии, он является только механическим фильтром Именно в этих фильтрующих элементах и в грунте чаще всего и размещаются капсулы бактазим Однако некоторые аквариумисты капсулы раскрывают и используют порошок либо прямо в воду Либо посыпают губку фильтра или керамику Я так не делаю, а там на ваше усмотрение Часто в интернете пишут о том, что капсулы достаточно быстро разлагаются Давайте на это посмотрим Музыка 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 Съемка, которую вы сейчас видите, естественно, многократно ускорена Сейчас за секунды пролетает 2 часа И за это время лишь одна капсула из двух немного приоткрылась Теперь, когда вам встретится умник, который будет утверждать, что капсулы быстро растворимы Попросите его уточнить Быстро это сколько по времени? Компания Тетра утверждает, что после применения капсул бактазим Первая партия рыб, подразумевая, я так понимаю, небольшое количество рыб, в зависимости от объема, может быть запущена уже через 24 часа То есть первый случай, в котором стоит воспользоваться бактазимом, это запуск аквариума или перезапуск старого аквариума Но это не единственный случай, где эти капсулы необходимы Большая часть бактерий, как говорил ранее, находится в фильтрующем элементе Когда настает время, этот фильтрующий элемент или сам фильтр поменять на новый Стоит также применить бактазим, чтобы аквариум не остался без биофильтрации Еще один частый случай, это применение лекарственных препаратов в аквариуме При лечении, например, рыб Любая химия так или иначе вредит полезным бактериям И их популяция значительно снижается В такие моменты необходимо поддерживать бактерии И самый лучший способ в этом плане, конечно, бактазим Помимо этого, многие аквариумисты применяют бактазим каждый раз, когда делают подмены воды И чистку аквариума Давайте познакомимся с дозировкой И перед тем, как начнем, замечу, что минимальная дозировка начинается для аквариумов до 100 литров То есть, если у вас аквариум на 50 или даже 20 литров, применяется дозировка до 100 литров При запуске пресноводного аквариума используют две капсулы на аквариумы, соответственно, до 100 литров Одна в фильтр и одна в воду или грунт После применения химии в аквариуме рекомендованная дозировка остается прежние две капсулы на 100 литров А вот после подмены воды и чистки аквариума применяется одна капсула бактазим Как и при замене фильтрующего элемента Напоследок скажу еще об одном важном моменте Передозировки от бактазима не бывает Не стоит бояться, если переборщили с количеством капсул После применения бактазима возможно помутнение воды Эдакая белесая дымка Она никак не вредит аквариумным жителям И говорит лишь об чрезмерной активности полезных бактерий Не нужно волноваться и делать подмену воды Пройдет время и муть и чеснется сама Друзья, если вы пользовались бактазимом, напишите в комментариях о своем опыте Раскрываете вы капсулы или нет? В каких случаях применяли? Я думаю многим будет очень интересно об этом почитать и мне в том числе На этом у меня все Всего вам доброго и до новых встреч на канале ПАР И потом следую вам Субтитры создавал DimaTorzok